В рамках юбилейной даты города ребята из Центра молодежных инициатив разработали акцию 12 добрых дел. Первый пункт, по которому молодежь активно ведет работу уже второй месяц, это бытовая материальная помощь одиноким пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны и дружинникам тыла. Центр развития молодежных инициатив к 60-летию нашего города разработали план акции 12 конкретных дел. И первый пункт, это бытовая помощь пенсионерам, участникам войны, дружинникам тыла. Ежемесячно мы оказываем бытовую помощь, материальную. И вот в феврале месяце мы выбрали Анну Павловну, оказываем косметический ремонт, совместно с рабочей молодежью КИГОКа нашего города. В прошлом месяце мы оказали бытовую помощь одинокой пенсионерке, это за городом, совместно с рабочей молодежью богатыря. Такая акция планируется проводиться ежемесячно. Постараемся охватить всех-всех, кто нуждается в помощи. Дружинник тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Анна Музычук, ветеран труда и почетный гражданин города. 87-летняя пенсионерка переехала в Экибастуз в далеком 57-м году прошлого столетия и не понаслышке знает, как строился город. Дом, в котором она проживает, является одним из первых, которые возводили на заре становления Экибастуза. Анна Павловна уже много лет проживает одна. Супруг умер 33 года назад. А все родственники живут в далекой России. По словам одинокей пенсионерки, в этом возрасте управление бытом ей дается нелегко и была рада предложенной помощи волонтеров. Ветеран города, ветеран труда, выдова участника войны, участник трудового фронта. Живу в Экибастузе ровно 60 лет. В 57-м году я в Экибастуз приехала. Работала в угольной промышленности инженером по оборудованию. В 28 лет проработала, с 85-го года на заслуженном отдыхе. Похоронила мужа. Муж-фронтовик, умер уже 33 года. И живу одна, одиноко. Ко мне ходит соцработник. Ко мне все помогают в городе. Абдинов Альдар Рязанович. Начальник КСК Алиев Виктор. Кто еще? Соцзащита хорошо помогает. Атакима мне хорошо помогает. Прошлый год мне на крышу вербняк выделил, мне крыша текла. Я довольна очень, что я в Казахстане живу. Сегодня у меня такой праздник. Ко мне пришли с центра молодежи. Ребята и девчата сделать мне побелку, покраску. Я очень довольна, давно не могла белить, ничего делать. Уже мне 87-й год. Тяжело мне это все делать. Ну, спасибо им. Пришли мне так хорошо помогают. Всем здоровья. Чтобы эти девочки хорошо и мальчики закончили техникум. И хорошую работу нашли. Всем здоровья. Их родителям. Они хорошо так воспитали детей, что они так отзываются нам, старикам. Помогают везде. Отрадно, что в квартиру Анны Павловны покраской и побелкой занимались не только девушки, но и представители сильного пола. Трудовая молодежь акционерного общества КИГОК «Северная МЭС» также решила оказать помощь нуждающимся. В компании АОКИГОК есть молодежное движение «ЖАСКУАТ». В молодежном движении у нас молодых специалистов 88 человек. Директором является урожан Кайрат Манапыч. Он в 2015 году создал молодежное движение. С 2015 года у нас есть три направления. Я являюсь заместителем директора по производственным вопросам молодежного движения «ЖАСКУАТ». Есть еще заместители директоров по общим вопросам и работа с общественностью. Мы с 2015 года помогали всем пенсионерам энергетики, именно энергетики своего филиала. Сейчас же с 2016 года сотрудничаем с Центром развития молодежных инициатив. И также будем сотрудничать. Это уже не в первый раз, как мы помогаем. В общем, и будем дальше помогать. По словам активной молодежи, все материальные расходы они берут на себя. И говорят, что постараются помочь всем нуждающимся в оказании безвозмездной помощи.